Музыка Примерно в 250 километрах от Киева есть очень необычное место. Прямо в середине леса есть много огромных камней. Это каменное село. Где искать след Бога? Природная аномалия под Житомиром. Он в любую пору года теплый. Камни холодные, в принципе, да? Да, холодные, но он всегда теплый. На нем загадывают желания. Что изучали во время войны немецкие ученые в каменном селе? Здесь их лагерь будет. Что-то они здесь делали. А что делали, никто не знает. Как ученые объясняют паранормальные явления на территории каменного села? Там часто эти памятники используются как святилища. На нашей территории это редкость, в принципе. И это направление не изучалось. Находится каменное село в 30 километрах от города Олевска Житомирской области. Добраться туда самостоятельно достаточно сложно. С нами также приключился странный случай. Наш проводник, местный житель, который был тут не единожды, заблудился. Здесь, у каменного села, часто так бывает, объясняет Юрий, словно какая-то неведомая сила сбивает с пути и водит по кругу. Действительно, если бы не ваша помощь, мы навряд ли бы нашли это место. Так я уже сколько лет прожил здесь, сколько сюда раз ездил, неизвестно. Вот сегодня тоже заблукал. Место такое. Итак, каменное село. Что это за место такое и почему оно входит в реестр ста чудес Украины? Наш проводник Наталья знакомит нас с его секретами и особенностями. В гуще леса между высокими соснами виднеются огромные камни. Здесь очень много каменных валунов. А есть ли какие-то из них, которые наиболее любимы туристами, посетителями? Вот сейчас прямо мы 300 метров, и мы придем к тому легендарному месту, о котором я рассказывала в самом начале. Это след Бога. Камень, на котором он оставил свой след. Оно особенно тем, что у него особенная энергетика. Вот он в любую пору года теплый. Камни холодные, в принципе, да? Да, холодные, но он всегда теплый. На нем загадывают желания. И, как правило, желания всех сбываются. А вы загадывали сама желание? Загадывала. И ваше желание тоже сбылось? Сбылось. Тогда давайте пойдем, я тоже загадаю. Камень, вообще, с нужной точки зрения, это как бы сгусток энергии. И вот, наверное, на основе вот этого что-то в нем особенное есть. Ну, плюс, наверное, вера людей помогает, что как бы вот что-то в нем волшебное есть, необычное. То есть камень уже такое место, где так много людей уже загадывали, мечтали о чем-то хорошем, да? Что он, наверное, впитал в себя вот эти хорошие мысли. Да, впитал. Ну, плюс, наверное, того, что верят, что действительно там был Бог. И, наверное, вот говорят, что это проход между двумя мирами. Вот темным и светлым. Туристы это место любят. Вот и нам повстречалась детская группа. Учитель Татьяна Макуха, которая привезла детей, поведала нам, что это место просто окутано всевозможными легендами, которые передаются из поколения в поколение. И одна из них рассказывает о том, что давным-давно за болотами в очень красивом лесу находилось очень красивое село. И люди жили в нем очень богатые. А вот духовности и доброты им не хватало. И Бог решил проверить, насколько богатые люди богаты душой и могут пойти навстречу бедному человеку и помочь ему. И вот он решил обойти это село. Когда он зашел в первую хату и попросил хлеба, ему отказали. И так прошел он все село. И только в последней хате, хате лесника, его накормили. И Бог решил за это наказать людей. Посмотрел на село, и буквально за несколько минут все эти богатые усадьбы превратились в камни. И среди них есть просто огромный величиной дом. Камни выстроились рядами, будто улицы. Сельские избушки, а возле них каменная школа и церковь. Но Бог на том месте, где его накормили, на месте хаты лесника, так рассказывает. Решил оставить божий след. Люди рассказывают так, передают из поколения в поколение, что там нужно загадывать желание. И каждый приезжающий сюда стремится пройтись по этим божьим стопам. След стопы выбит в камни. Вот здесь, например, был этот след. Конечно, осталось от него немного, потому что человеческий фактор дал свои результаты. Его туристы, просто каждый пытался оставить себе что-то на память, его просто раздолбили. И как бы четких очертаний того, что здесь действительно был след, кажется, сейчас трудно узнать. И мы видим монетки, то есть сюда нужно кинуть монетку. Что нужно проделать? Какая процедура исполнения желания? Это место, где загадывают желание, вот этот теплый след. Обязательно нужно стать ногой, желательно босиком. Ага, и загадать желание. И загадать желание, да? И оставить после себя монетку. Ну что, надо попробовать. Ну, а теперь будем ждать исполнения желания. Вот это расселина, что она символизирует? Это проход двух миров, светлого и черного. А также здесь это место, где состоялась битва Бога с дьяволом. И когда дьявол падал в ад, он оставил за собой вот этот след. И говорится вот в легенде, что если человек чист духом, у него нет никаких грехов за душой, он пролезет, никакой бы комплекции он не был в этой ущелине. Если же нет, Бог его сюда не пропустит. То есть эта территория, на которой мы сейчас с вами находимся, это своеобразное такое место силы, так ли? Да, силы. Силы неоднозначны. Вот одним людям она помогает что-то для себя взять, других она просто как бы отталкивает. Вот говорится, что не каждый человек может даже здесь находиться. Очень сильная полярность, даже техника иногда выходит из строя. При том, что как бы никаких объективных для этого причин нет. Снимаешь и все, а потом приходишь домой, а там смотрят фотографии. И как бы объяснить это, конечно же, нельзя, и это не единичный случай, и таких очень много. То есть с одной стороны, да, это место энергетически очень позитивное, которое исполняет желание, потому что здесь есть лид Бога. С другой стороны, да, это место темное, то есть это такое полярное место. Да. Ну, судя по тому, что вот когда-то здесь жили богатые и не очень добрые люди, наверное, вот из-за этого те люди, которые жаждали денег и всего, вот, наверное, и те, которые сюда приходят, наверное, и чувствуют вот этот неблагоприятный для себя. Вот вене какое-то вот. Тут достаточно высоко мы с вами собрались. Давайте попробуем, насколько чиста наша совесть. Прорезем ли мы там. Ну что ж, идемте. Действительно. Узкое место. Видела, помыслы нам не чисты. Да, действительно сложно. Ну что ж, продолжим дальше знакомство с этим уникальным и удивительным местом. Кстати, учителю Татьяне, женщине довольно пышной комплекции, также удалось преодолеть это препятствие. Вне зависимости, худой человек, полный или человек. Но главное, чтобы в душе была доброта, чтобы мир был. И тогда пропускает, да? И тогда проход пропускает вас обязательно. Говорят, что это Бог, когда возвращался из каменного села, он вступил ногой, и два дома, которые были близко друг к другу, они как будто бы разъехались. Он встал, и на месте этих домов образовались камни. Он встал на этот большой камень ногой, и остался Божий свет. А здесь он сказал, что это будет знак от меня людям. То есть знак такой, в какой-то мере, да, он показывает, насколько ты чист душой. Душой, да. Насколько у тебя нет грехов. Легенда легенды, однако в каменном селе существует такое, чего объяснить с точки зрения науки никак невозможно. Что-то запредельное. Найти без проводника заповедник очень трудно. Никаких указательных знаков, а по дороге местные жители не встречаются. И ни на одной карте месторасположение каменного села не указано. Александр родился и вырос неподалеку каменного села, но узнал об этом уникальном месте совсем недавно. Я сам здесь родился, но последние уже 30 лет живу. И первый раз где-то узнал об этом месте, это, может, лет 5-6 назад. А, то есть, если вы родились здесь, вы не знали о том, что здесь там уходитесь? Ну, практически нашего возраста никто не знал об этом месте. То есть, это недавно так открыто. Первая информация появилась, это французы выбросили в интернете эту информацию о том месте. Они даже еще дали такой вопрос, почему вы, украинцы, не знаете, что здесь у вас такое место, а мы... И, в принципе, насколько я знаю, что они первые сюда и приехали, и первые им здесь... А как они нашли? Лесники им показали где-то место, и они первые... Будем говорить даже так, что первые открыли дорогу в это село, это были французы. Часто не могут объяснить ученые, что это такое, почему такое скопление камня, такой интересной причудливой формы в одном месте. Часто такие места обладают, им люди придают какие-то легенды, и эти места обладают какой-то некой силой. Вот вы чувствуете, есть что-то, что-то такое? Здесь часто случаются проблемы, во-первых, такие аномальные какие-то, или они непонятные, потому что есть люди, как-то было здесь телевидение, и даже выбивало аппаратуру, они не могли снять. Слава богу, то вам повезло. Да. И много случается, если люди, когда разговаривают, то, что люди рассказывают, которые здесь часто бывают, например, что все бывает. Бывает, что хотят сфотографировать, а на белый экран появляется. Ну, такое, как-то непонятные вещи случаются. То есть все-таки чувствуется, что это место особое? Оно какое-то... Во-первых, что люди после этого, когда здесь бывают, как-то немножко... Бывают некоторые, что себя здоровее, немножко себя лучше чувствуют после этого. Камни действительно похожи на избы, а узкие проходы на улице. Селение правильной формы. Но есть у каменного села одна особенность. По названию вот этих каменных, огромных иногда валунов, можно понять, что слева от нас это все-таки слева от нас это темные названия, даже чертова, мельница, всевозможные темные какие-то, да, такие силы. А справа наоборот. И стопа Бога, и что-то такое светлое. Ну, так оно как-то в народе пошло, что все-таки... Однако это чистое... Это место больше светлое или темное, вот по-вашему, ваше ощущение? Я думаю, что, наверное, больше светлое, чем темное. Но есть и темные места, ну, как в жизни, есть темные места, белые. Много ли туристов приезжает? В последнее время очень много, очень много. Самые частые, друзья, друзей привозим сюда. Ну, в каждого как-то вот, чтобы сказать, что как-то у всех одинаковое какое-то ощущение, я мне сказал, люди, которые здесь жили, когда-то бабушки, дедушки, и вот они рассказывали, что время войны, здесь немцы, их был лагерь тут, ученые были, тут не военные были. Ученые были, их была охрана, вот они здесь какие-то неопытные, что-то они здесь смотрели, ну, это, честно говоря, никто не знает, но люди местные, которые здесь когда-то, они говорили, что здесь были немцы. Еще эти старики рассказывали, что когда наши немцы ушли, и наши войска уже прошли, ну, их здесь не тронули. Потом, вроде бы, как, где-то даже через год или полтора, они эти немцы уже до война, вроде бы, как бы закончилась, они только вышли отсюда. Что искали здесь немецкие ученые, непонятно. Да, ну, если кто-то где-то, может, у них где-то есть там информация, может, где-то у наших там, но они здесь, то, что старики говорят, что здесь они были во время войны, здесь их лагерь был, что-то они здесь делали, а шокировали, никто не знает. При этом это были не военные, а ученые? Нет, не военные. Военные только их охраняли, они здесь жили. Что здесь искали немецкие ученые, понять сложно. Но о паранормальных свойствах этой местности говорит и то, что на некоторых участках каменного села не работает компас, то есть напрочь отсутствует магнитное поле. Объяснение этому пока никто не дал. Но все-таки что это за природное явление такое, мы решили выяснить у археологов. Мы сегодня много услышали о каменном селе, большей частью легенды нам поведали. Расскажите, пожалуйста, с научной точки зрения, все же, что это такое, что это за каменные люди? С научной точки зрения, это очень интересное природное образование. Это остатки выветрилых гор, старых, очень старых, более старых, чем Урал. Да, вот представьте, насколько с них должно было слететь в верхних частей, что осталась самая-самая корочка, и дальше внизу ходят кристаллические породы глубоко-глубоко вниз. Да. Вот, собственно, их геологическое происхождение примерно такое. Это не валуны маринного происхождения, которые принес ледник, которые есть на территории Белоруссии, на территории Прибалтики, в большом количестве, огромные, разных размеров. У нас они небольшие, к сожалению, такие оглубы маринного происхождения. А вот это остатки, скажем, выветрилой породы, очень старые. Часто можно услышать об этом месте много таких своеобразных, мистических даже легенд. Согласны ли вы о том, что вот это место силы все-таки какое-то? Ну, у человека в подсознании заложено такое количество информации, которую он не всегда как бы осознанно использует. Часто включается просто интуиция, и он вместо того, чтобы говорить, что вот камень округло-под квадратной формы такого-то размера, и струн говорит, ну, просто мне нравится здесь или мне не нравится. Вот это место, оно, наверное, пробуждает какие-то такие вот хорошие воспоминания и настаивает человека на какой-то позитивный лад с одной стороны, с другой стороны. В принципе, оно еще чем уникальное, это место. Почему вот мы с вами приехали, почему другие как бы приезжают туристы из Киева, из Житомира, из других городов? Потому что для Полесья это не характерно. Это редкое место. То есть в основном здесь равнинная местность, заболоченная и очень залесенная. Вы здесь нашли сухое место, где нет комаров, не чавкает под ногами. Вот, и красивые камешки с красивой, редкой, иногда просто уникальной растительностью. Вам здесь хочется просто посидеть, отдохнуть, бешать воздухом, посмотреть на краски вот эти осенние. Вот, и это как бы происходило не только вот сейчас, скажем, происходит последние там 10 лет. Вот, это происходило тысячи и тысячи лет. В принципе, вот этот рельеф на этой территории сформировался, ну, в основном, наверное, за последние 20 тысяч лет, когда ледник ушел, ну, вот, ну, примерно в таком виде растительность начала формироваться. То такие места, вот, где находятся вот такие камни часто на территории Белоруссии, на территории Припалтики, они, как правило, используются как святилища. Там на них остаются какие-то знаки, какие-то остатки жертв. Институт Бога, да, Петербурга. Да, жертвоприношения, ну, на Петербурге, на Стопе Бога увидишь, там тоже есть жертвоприношения в видеомонетах, то есть тоже вот такая, как бы, традиция, где-то языческая, может быть. Вот, и там часто эти, я же говорю, памятники используются как святилища. На нашей территории это редкость, в принципе, и это направление не изучалось. Здесь есть материалы, мы не делали даже разведку, вот из подъемного материала находки 17 века есть на территории Каменного села. Место жертвенника среди камней выбиралось не случайно. Как правило, все святилища расположены на геотектонических разломах в местах выхода энергии. Издавна там, где когда-либо обитали валквые шрицы, есть места, открывающие двери между разными измерениями. Были археологические раскопки? Не было здесь. Вот они еще будут, я надеюсь, вот под это нужен хороший, сложный. Ну, археологам интересно, да, это место? Я считаю, что оно перспективно, я считаю, что оно даст для этой территории, возможно, вот это будет ключиком для появления на территории Северной Житомище нового типа памятников. Такие капища, места, где приносили жертвы, всегда были защищены от непосвященных. Поэтому, попадая в такие аномальные зоны, люди чувствуют себя либо очень хорошо, либо очень плохо. Обладает ли это место паранормальными свойствами? Приедьте и убедитесь сами. Добро пожаловать в Украину! Добро пожаловать в Украину! Добро пожаловать в Украину! Добро пожаловать в Украину!